Так лучше субситры, Миколе. Я думал, он был с бумажки. Зачем с бумажки? Ты что, на английском не можешь сказать то же самое? Привет! Привет! Я путешественник из Беларуси. Меня зовут Форос. Перестань, крохмить этот видос. Привет! Меня зовут Форест. Меня зовут Форест. Я из Беларуси. Путешественник. Очень много езжу на велосипеде. Не надо, где я чешусь, ладно. Короче, потом езжу на велосипеде. И сейчас решил проехать 3000 км по Скандинавии. Недавно катался в Финляндии. А теперь еду в Финляндия, Швеция, Норвегия. Если вы активные ребята, а если вы не активные, то тоже нормально. Присоединяйтесь к моему пути. И что сказать? Дима, давай, хватит ржать. Скажи по-человечески. Коля, ты супермен из Беларуси. Я супермен из Белараши. Да, я еду по этому пути. Смысл моё путешествие теперь путешествие в мешке для трупа. Это самое важное. На этом вот велосипеде. Это грузовой велосипед. Вся еда у меня будет с собой. Кому интересно, карту маршрута я выложу. И вы можете хотя бы немножко скрасить моё одиночество. Я буду ехать совершенно один. Давай, давай, как Гибра сейчас в Финляндии запасывай. Хаммерфолла. Или шведы, я уже не помню. Коля играет и чешется параллельно. Это его фишка. Я еду в Норвегию. Самое мистическое место. Называется Мистическая долина Хельсдаль. По 20 раз в год там появляются свечения, непонятные объекты. И вот это всё учёное уже изучали. Пока нет никаких. Но я думаю, что до мистического места какие-то мистические вещи будут происходить. Потому что сам по себе это и есть мистицизм. А и путешествие это мистицизм. Граниту главное пройти. А там дальше какая-то ляжет. Зим Farор Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают